Зверята. Группа Алпуни и компания Рай представляют. Авторы сценария. Сердце Конческо Монфина. Совместное производство Рай Фитшн и группа Алпуни. Бриллианты Королевы Чтобы добыть неписанное заклинание, ведьма ворона вошла в одну из книг библиотеки. Зверята пытаются понять, в какую. Им помогает маленький волшебник. Цилиндр, что ты здесь делаешь? Прячусь. Но почему? Погоди, а разве мы не играем в прятки? Не удивляйся, маленький волшебник. Цилиндр кажется глупым, но он просто идиот. Мы всё обыскали. Никаких следов ведьмы-вороны. Здесь её не было, здесь был я. Продолжаем её поиски. Мы идём уже целый час. Я есть хочу. Может, разделимся на две группы и тщательно осмотрим все полки? Отличная идея. Я пойду с тобой. А мы пойдём в сторону. Удачи, друзья. Тепляв, безымянный. Найти нужную книгу, всё равно, что искать иголку в стоге сена. У меня идея. Уже начинать волноваться, цилиндрик? Не шути, Дива. Пойдём со мной. Поверить не могу, что ты привёл меня в раздел поваренных книг. Мы бы могли наведаться в одну из них. Гораздо лучше искать с полным желудком, верно? Безымянный что-то нашёл. Это не похоже на поваренную книгу. Это Тремушкетёра. А что здесь делает эта книга? Да, кто-то захотелось заместить с еды. И это никто иной, как... Ведьма... Ворона. Точно! Привет, друзья. К сожалению, мы так ничего и не нашли. Кажется, мы знаем, какую книгу пошла ведьма-ворона. Тремушкетёра? Ведьма спрятала её здесь. Хитро. Но мы умнее её. Пойдёмте. Чтобы в книгу нам попасть, все должны мы меньше стать. Мне уже нравится эта книга. Дио, тебе придётся признать. Если бы не моя интуиция, мы бы сюда не попали. Да, отлично сработана цилиндр. Но не убери в голову. Теперь нужно найти выход из книги, чтобы получить следующую часть заклинания. Как зверяты и маленький волшебник умудрились последовать за нами? Знаешь, кажется, всё складывается не очень хорошо. Видел физиономию, вороны? Ты прав. Лучше притворимся, что нас здесь нет. Слишком поздно. Хватит болтать, идиоты. Нам нужно найти зверят. Ждём ваших указаний, мадам. Идите сюда, и я расскажу, какой у меня план. А вы не слушайте. Всё равно не услышите моего коварного плана. Не волнуйся, Дива. Я уже обдумываю очередную замечательную идею, которая тебя поразит. Было бы замечательно, если бы ты помолчал. Дива, а куда это ты идёшь? Добрый день, барышня. Вам нравится ожерелье? Эй, никакая я не барышня, а кролик, понял? Он же говорил со мной, глупый. Ой, великолепное ожерелье. Кажется, оно рождено для меня. Верно. Очень вам оно идёт. Ваш молодой человек должен вам его купить. Прежде всего, я не молодой человек, да и ожерелье дорогой, а у меня только это морковка. Морковка? Отлично, оно именно столько и стоит. Спасибо за подарок, цилиндр. Я бы тебя поцеловала, но нам пора искать ведьму-ворону. Никаких следов, ведьму-ворону. Будем надеяться, другим повезло больше. Осторожно, безымянный. Как раз, вовремя. Что случилось с моим плащом? Мне жаль, но теперь я и мои друзья-мушкетёры будем вынуждены вызвать вас на дуэль. Ну, мы не хотели вас оскорбить. Может, найдём другой выход? А это что? Вкусно? Забудем об этом, пустяки. Вы наши друзья. Я Портос, это Д'Артаньян, Арамис и Атос. Мы четыре мушкетёра короля. Приятно познакомиться. Вот и мы. К сожалению, поиски не дали результатов. Как и наши. А я, друзья, нашла вот это прекрасное ожерелье. По правде говоря, я тебе его подарил, Дьева. Воры. За гражу ожерелье королевы вас бросят в тюрьму. Кролик и утка попались в ловушку, мадам. Отлично, Амброджио. Теперь утку бросят в тюрьму. А зверя-то навсегда застрянут в этой книге. Ладно, увидимся у выхода. А где это? Я записала вот здесь. Но мы его не крали, а купили в палатке. Я вам верю. Это не настоящее ожерелье королевы. Настоящее никогда не крали. Сама королева тайно передала его своему другу. Герцогу Бейкингему. Что же нам теперь делать? О, Дьева, куда тебя увели? Успокойся, если мы привезем сюда настоящее ожерелье, то сможем освободить Дьеву. Мы знаем, где оно. Если хотите, можем вам помочь. Мы, мушкетеры, никогда не бросаем друзей. Один за всех. И все за одного. Безымянный спрашивает, куда мы направляемся? Париж. Париж. Поедем скорее. Кун-кун, Камбалук. Мы здесь, ведьма. Зверята получили помощь. Вы должны их остановить, чего бы вам это не стоило. А, я кошелек дома забыл. Не одолжишь мелочи? Молчи, глупец. Это такая поговорка. Поторопитесь, пока я не превратила вас в половинки. В конюшне этой гостиницы мы встретимся с герцогом Бекингемом, чтобы вернуть настоящее ожерелье. Спасибо за помощь. Не за что, моби. Подождите здесь. Раз уж нам придется ждать, может, я пойду в гостиницу, достану что-нибудь поесть? Я тоже голоден, как волк безымянный. Отличная идея, но держите ухо востро. Цилиндр, иди принеси ужин, а мы останемся и подождем герцога. Я мигом. Приготовьтесь к трапезе. Здравствуйте, трактирщик. Нас пятеро, и мы голодны, как волки. Никаких проблем. Мы дойдем вам что-нибудь вкусненькое. Пожалуйста, сэр. И приятного аппетита. Хотя лучше сказать приятных снов. Герцог Бекингем должен скоро появиться. А с настоящим ожерельем мы сможем освободить диву. Еда! О, нет, наш ужин. Смотрите, наверное, это герцог. Должно быть вы зверята. Вот настоящее ожерелье королевы. Берите его. Не беспокойтесь, герцог. Давайте вернемся в Версаль. Мы уже давно ждем возвращения мушкетеров. Они должны были передать бриллианты королеве. А главное, освободить диву. Зная ее, она очень зла и выместит все на мне. Вот они. Рад тебя видеть, дива. Ты же не злишься на меня, да? Конечно же нет. Королева в знак благодарности подарила мне это рубиновое ожерелье. Безыменный прав. Мы должны отыскать ведьму-ворону. Это единственный способ выбраться. Погодите-ка. Посмотрите на землю. Выход из книги находится внутри лабиринта. Это записка ведьмы-вороны. Наверное, она ее потеряла. В лабиринте мы найдем следующую часть заклинания для неписанного зелья. На этот раз нам очень повезло. Прощайте, дорогие друзья. До свидания, Портос. И большое спасибо. Без особых усилий станем такими, как были. А тем временем в замке Большого колледжа волшебников. Кто знает, где сейчас мой сын? Я постоянно о нем думаю. Простите за беспокойство. В шумной долине небольшие проблемы с простуженным драконом. Ладно. По дороге на север остановимся в шумной долине. Я буду готов через минуту. Седлай лошадей. Не бойся, сынок. Скоро я снова прижму тебя к груди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok